В этом году исполнилось ровно 25 лет со дня открытия великого монумента Маска Скорби, который создали скульптор Эрнст Неизвестный в сотрудничестве с архитектором Камилем Козаевым. За это время памятник подвергался различным погодным испытаниям, разрушением бетонных конструкций и выветриванием основных деталей памятника. Поэтому администрация города приняла решение заключить контракт, согласно которому проведут реставрацию Маски Скорби, а также благоустройство прилегающей территории. Сейчас здесь работает подрядная организация из Санкт-Петербурга, и несмотря на то, что в данный момент идут общестроительные работы, они также относятся и к реставрационным. Поэтому у подрядчика имеются все необходимые лицензии. Наша задача до конца лета полностью забетонировать все дорожки, ступени, восстановить поручни, заменить наружное освещение. Более того, подрядчик сообщил, что уже зачистили старую поверхность и подготовили под покрытие новым бетоном, а также расширили ступени. Следовательно, от графика они не отстают, поэтому к первому сентября все благостроительные работы на смотровых площадках должны закончиться. И только после этого подрядчики планируют приступать к реставрации монумента. Для комфортных работ в зимний период рабочие поставят тепляк, который предоставит с собой временное строительное сооружение вокруг объекта. Сейчас находимся на стадии разработки техзадания, далее изыскания. Предварительно показывают, что с фундаментом тоже есть проблемы, нужно будет заниматься. Ну и вот в течение года мы должны будем маску привести в первозданный вид. 30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день вспоминают людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительные трудовые лагеря, в ссылки или вовсе лишены жизни. По словам градоначальника, в этом году жители и гости города смогут почтить память о безвинных жертвах уже на новых и полностью благоустроенных смотровых площадках на территории маски скорби. Продолжение следует... Продолжение следует...